С последними событиями. К этому часу новости на ННТ, студии Махач Курбанов и по традиции короткий анонс. Когда контракты заключаются в четвертом квартале, мы получаем вот такие цифры, что по итогам года их исполнение составило 73%. Тогда у меня вопрос, а зачем заявляться на 100? Давайте заявляться на 75. Зачем заявляться на федеральные средства, на те деньги, которые мы не можем освоить? Отчитался и отчитал. Сергей Меликов выступил перед депутатами Народного собрания с отчетом о деятельности правительства за 2021 год. Подробности через минуту. Мы высадили три вида цветущих растений. Акация, павлония и багрянник восточный. Каждое дерево напоминания. Каспичане присоединились к международной акции «Сад памяти». Сеть салонов «Оптик глаз-алмаз» в лице Эльмира Шахамировна и группы врачей Гагестана подарили нашему центру бралевский дисплей. Это дисплей дорогостоящий, который крайне необходим для наших учащихся, так как книг необходимых нет. Буквы на ощупь. Учебно-реабилитационному центру «Ихсан» меценаты подарили оборудование для отображения текста. Дагестан на чемпионате Европы. Турнир Старого Света в Будапеште проходит без участия российской сборной. Но наши легионеры радуют своими успехами. Показатели небольшие, но они все же есть. Деньги по нацпроектам освоили не полностью. Предстоит работа над ошибками. Зато аграрии республики собрали рекордное количество риса – 115 тонн. Об этом и многом другом говорил глава региона Сергей Меликов. В повестке дня девятой сессии республиканского парламента отчет руководителя республики о работе дагестанского Кабмина за 2021 год был главным вопросом. Более подробно об этом расскажет Асель Манапова. Все не очень хорошо и не очень плохо. Цифры небольшие, но исходя из условий, в которых приходилось работать правительству, результат нормальный, считает Сергей Меликов. Свой отчет о деятельности республиканского Кабмина глава региона начал с короткого экскурса в предысторию. В частности, пандемия, ограничения, новые министры – все это требовало времени для качественного выстраивания эффективной работы. Тем не менее, руководитель Дагестана высказал и недовольство работы чиновников по отдельным направлениям, а конкретнее по нацпроектам. Когда контракты заключаются в четвертом квартале, мы получаем вот такие цифры, что по итогам года их исполнение составило 73%. Тогда у меня вопрос, а зачем заявляться на 100? Давайте заявляться на 75. Зачем заявляться на федеральные средства, на те деньги, которые мы не можем освоить? Но мы же под них даем обещания населению. Мы говорим населению, что будет построено 10 школ, а строим 5. Мы говорим, что будет построено 15 детских садов, а строим 8. А потом мы удивляемся, почему у населения нет доверия к власти, потому что власть ведет себя прежде всего непрофессионально и некомпетентно. Далее речь зашла и о хорошем. Аграрии республики собрали в этом году рекордное количество риса – 115 тонн. Но при этом Меликов отметил отсутствие в республике возможности эффективного и выгодного сбыта собственного продукта себе же на пользу. В основном производителям региона приходится при реализации действовать через посредника. Причем это касается и плодовых культур, которые в Дагестане произвели 195 тысяч тонн. Беда в том, что все они ушли на сторону. Говоря коротко, садоводство развивается, но сбыт идет через сторонних операторов. Качество нашей продукции очень высокое. На оптовых базах мы могли бы принимать и хранить продукцию, поступающую из других государств, потому что коридор Север-Юг, еще раз повторюсь, говорил уже об этом, становится единственным легитимным маршрутом для общения с зарубежными странами. В этом отношении мы сможем развивать морской порт, мы сможем развивать грузопассажирские перевозки в аэропорту, потому что у нас будет где хранить, где замораживать и как отправлять. Не важно, обстоят дела и в животноводстве. И это при том, что Дагестан сохраняет за собой статус одного из лидеров в этой сфере по стране. По словам Меликова, ежегодно из регионов другие субъекты России и на экспорт вывозится около 15 тысяч тонн мяса живым и убоенным весом. Проблема в том, что в республике нет ни одного перерабатывающего завода полного цикла. Производство должно быть налажено на месте, подчеркнул в своем докладе Сергей Меликов. Но и тут мы сталкиваемся с кучей проблем. Есть инвестор, готовый вложить в проект деньги. Упираемся в земельные вопросы. С этим в Дагестане годами никто не разбирался. Сфера земельных отношений в республике самая запущенная. У нас имущественные отношения сегодня не позволяют определить участки земельные. Для реализации крупного инвестиционного проекта, как вблизи населенного пункта АВАДАН, под проект, дающий возобновляемую энергетику, крупнейший проект в стране, который мы хотим реализовать, поставив там солнечные батареи, упираются в мнение одного частника. Давайте мы это до этого частника подвинем. Что лучше сделать? Подвинуть частника, у которого там свои амбиции или интересы, или подвинуть инвестиционный проект на сумму более 30 миллиардов рублей? Давайте положим на чашу весов вот эти истории. Говоря о проблемах энергообеспечения региона, Меликов подчеркнул, что Дагестан давно перестал производить энергетические мощности. Потому как сам эти мощности и съедает. Огромное количество незаконных майнинг-ферм лишнее тому подтверждением. При этом глава заверил, что в энергетической и газовых сферах будет наведен должный порядок. Соответствующие соглашения с Газпромом и Россетями уже достигнуты. Одной из важных отраслей экономики является топливоэнергический комплекс. Исходя из этой позиции, с первого дня пребывания в должности, я определил правительству республики приоритетные задачи решения накопившихся проблем в данной сфере. Правительством были проведены системный анализ ситуации с выработкой и потреблением электроэнергии. Инвентаризация фактического наличия и юридического оформления права на объекты электрохозяйства. На данном этапе имеется существенный дефицит генерирующих мощностей, что не позволяет покрывать собственной электроэнергией потребности экономики республики. Могу еще раз прочитать и довести, что сегодня у нас имеется значительный дефицит генерирующих мощностей. Почему мы и идем на разработку и реализацию инвестиций, в том числе связанных с использованием эксплуатации возобновляемой энергетики. Почти за два часа своего выступления Сергей Меликов затронул все сферы экономики республики, включая вопросы уборки мусора, создания единого оператора водоснабжения с единым расчетным центром для удобства населения. Подводя итог своего выступления, глава региона отметил, что в 2021 году власти республики изучали возможности и искали пути. Теперь задача по этим найденным маршрутам – комплексно идти вперед и развиваться. Асель Монапова, Арсен Набиев, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. К другим темам. Махачкалинец погиб в ДТП. В Кизилюртовском районе 26-летний житель Махачкалы на Ладо-Гранте, выехав на встречную полосу, столкнулся с пикапом. С различными телесными повреждениями молодой человек был доставлен в больницу, где в последующем скончался. Более ста саженцев декоративных деревьев. Жители города Каспийска присоединились к международной акции «Сад памяти», высадив на аллее вдоль улицы Халилова молодые деревья. Мероприятие поддержал Комитет лесного хозяйства. Мэр города Борис Гонцов также не остался в стороне. Напомним, «Сад памяти» впервые стартовал в 2020 году. Цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Мы высадили три вида цветущих растений. Акация, павлония и багряник восточный. За высаженными деревьями будет проводиться уход. Зеленым городом будет проводиться подрезка растений, полив, будет осуществляться вовремя. Надеемся, что город приобретет уже яркие краски. Чтение кончиками пальцев. Учебно-реабилитационному центру ИХСАН меценаты подарили дорогостоящее оборудование для отображения текста. Теперь слепые и слабовидящие дети смогут ознакомиться с мировой классикой и религиозной литературой на ощупь. Подробнее о том, как прошло благотворительное мероприятие, материали моих коллег. Эта книга называется «Зверобой», и сейчас я прочитаю одно предложение из нее. Когда мы мысленно обращаемся к первым дням колониальной истории, период этот кажется далеким и темным. Рамазан показывает гостям, как работает дисплей Брайля. Такое устройство с подвижными деталями подарили центру меценаты. На прямоугольной планке отображается 40 или 80 символов одновременно. По уже сформированной рельефным поверхности каждый ребенок может постигать знания, так же, как дети из обычных общеобразовательных учреждений. Сеть салонов оптик «Глаз Алмаз» в лице Эльмира Шахамировна и группы врачей Дагестана подарили нашему центру бралевский дисплей. Это дисплей дорогостоящий, который крайне необходим для наших учащихся, так как книг необходимых нет, и ребенок учащийся нашего центра может в полной мере с компьютера выводить информацию на этот бралевский дисплей и без посторонней помощи пользоваться компьютером и читать, изучать науки. Благотворительный фонд «Инсан» подарил нашему центру кресло массажное. Оно необходимо для наших детей, для реабилитации, так как у них нарушенная осанка. Они постоянно в напряжении, отсутствие зрения заставляет их находиться в собственном мире, прислушиваться к звукам и находиться в напряженном состоянии. Вот это кресло позволяет нам снять это напряжение, проводить профилактику сколиоза. Центр «Инсан» существует три года. Здесь обучается 16 детей. Каждый ребенок учебного учреждения приход гостей воспринимает как праздник. Ребята не только умеют принимать подарки, но и с радостью их дарят сами. Вот и в этот день подопечные центра подготовили выступление. Благотворители и меценаты отметили удивительную способность этих мальчиков и девочек быть нежными и одновременно такими упорными в своем стремлении к знаниям. Именно поэтому призвали и других предпринимателей не оставаться в стороне и оказать посильную помощь учебному центру. Мы очень рады сегодня здесь присутствовать, делить эмоции с этими детьми. Мы верим, что у них все получится. Мы желаем им, чтобы они достигали своих целей. Хотелось бы отблагодарить каждого врача Республики Дагестан, кто участвовал в сборе. На счет поступали абсолютно разные средства от 30 рублей до 5 тысяч. И тем самым я понимала, насколько каждый врач хотел внести свою лепту. В преддверии праздника Ураза Байрам, в преддверии священного месяца хотелось бы, чтобы об этом учреждении ИХСАН узнали многие люди. Возможно, появятся те люди, которые захотят оказать также финансовую поддержку именно в образовательной стезе учеников фонда ИХСАН. На самом деле, когда ко мне обратились с такой просьбой о том, чтобы нужно поддержать учебный центр ИХСАН, у меня не было ни минуты сомнения, потому что, мне кажется, предприниматель, каждый предприниматель должен совмещать и благо в том числе. Все мои проекты, и в частности, сеть «Глаз Алмаз», мы только рады поддерживать такого рода мероприятия, потому что каждый ребенок, мне кажется, в нашей республике, в нашей стране должен чувствовать себя адаптированным, защищенным. Ларианна Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Боксер Шахабас Махмудов одержал десятую победу на профессиональном ринге. Турнир в серии «Кароли нокаутов» проходил в Москве. Дагестанский боксер встречался с белорусским спортсменом Надиром Бахшиевым. Поединок завершился в четвертом раунде, когда Махмудов отправил своего соперника в нокаут. Эта победа стала для дагестанца десятой на профессиональном ринге, а девять из них он завершал досрочно. Дагестанские легионеры приносят медали европейским странам. Чемпионат Старого Света в Будапеште проходит без участия российской сборной. Воспитанники спортшкол Дагестана выиграли пока пять наград разной пробы. Золотую медаль команде Азербайджана принес Магомедхан Магомедов. Полутяжеловес из Махачкалы в финале был сильнее Владислава Байцаева, представляющего Венгрию. Для этой страны награду высшие пробы завоевал Хасавюртовец Исмаил Мусакаев. В решающей встрече он со счетом 12-1 разгромил трехкратного чемпиона мира Хаджи Алиева. Также в активе наших спортсменов одно серебро и две бронзовые награды. Медали Абубакра Абакарова, Османа Нурмагомедова и Рамазана Рамазанова пошли в актив национальных команд Азербайджана и Болгарии. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова